Здарова, желаю, дорогие товарищи, всех с добрым, приятным аппетитом и хорошего сна. На связь уходят офицеры и перед началом данного видеоролика попрошу тебя, братан, подпишись на канал и поставь лайк, где ты еще увидишь такую эффективную и полезную информацию. А мы начинаем. И этим чудесным днем у нас появились новые целевые техники и интересные скриншотики. Что у нас? Первый этак это новые ракеты КАП-500, которые применялись на дронах типа Орион, которые в игре у нас присутствуют. Мы, возможно, в дальнейшем будущем получат обновленные либо дополнительные ракеты. Также интересная установка подвесного вооружения на Ми-28НМ, либо просто Н. Данная система служит отводом ракет и также отстрелой диполей. Ну, если я все так правильно понял. Благодаря этой интересной установке вертолеты, возможно, станут очень опасны в дальнейшем будущем и сбивать их будет не так легко. Дальше у нас появилась такая информация по поводу Т-55 с вторым малюткой. До сих пор не знаю, проделает эта информация лет, но выглядит очень правоподобно. Слишком долго я не буду зацикливаться на одной и той же технике. И также, дорогие товарищи, нам показали подвесное F-18А. Любители F-16, начинайте под видео орать. И в дальнейшем будущем, походу, все-таки машина появится в рамках War Thunder, но неизвестно по поводу Су-27, либо аналогов. Либо машина будет выходить в этом обновлении, либо в следующем крупном месте Су-27, либо отдельно. Пишите в комментариях, что вы на это думаете. И всех с F-18А. Дальше нам показали список техники грядущего события. Первая техника это М-38. Похож на М-24, но на колесиках за Соединенные Штаты Америки. Дальше самоходка, точнее Сау, М-7, Б-1. Дальше еще один танк Т-54Е-2. Аналогичный танк у нас уже в игре присутствовал, но это немножко другая его версия. Возможно, данная машина будет приму. Дальше у нас Мардер-2. Немецкая самоходка, которую я вангую, что будет располагаться на боевом рейтинге 4-7, либо 4-0. А дальше у нас ближе к топам Леопард 2А5-9 ТВМ-2. Который отличается от обычного Леопарда 2А5, либо 2А6 со своим бронированием. Дальше снова немецкая самоходка втором мировой. Велоскей. Ну, а теперь давайте к самому интересному. В скриншоте мы увидели БТР-80А. Это БТР модификации 80, но который уже более-менее похож на БТР-82. Данный БТР, на секундочку, также присутствует в венгерской ветке исследования. Так что, интересная заметка. Походу, не только у советов данный БТР будет намечаться, но и также у Венгрии все-таки будут вводить одновременно. Дальше новая японская зенитка на топовый боевой рейтинг. Я так и склоняюсь единицей с 0, либо 10-7. Дальше у нас идет снова американская самоходочка. Которая я склоняюсь, что будет находиться на лоу ранге. Дальше у нас идет маленькая машинка разведки. Дальше у нас СМ-32 лично. Я сомневаюсь, что данная машина будет введена в War Thunder в ближайшее время. Просто из-за того, что машина довольно современная, я бы так сказал. И вдобавок ко всему, у нее есть разновидности по башне. Можно установить башню от танка, можно скорострельную автопушку посадить. Либо просто в туровозку все в этом духе. Дальше нам ведут и японский МДС. Я склоняюсь к тому, что по ПБРу ничего не изменится. И по снарядам тоже. Дальше, возможно, мы получим новую зенитку за Италию. С башни от Кепарда. Это у нас. И на самом деле, данная зенитка, я уверен, что будет находиться на боевом рейтинге 8-0, либо даже 7-7. Дальше нам вводят АМХ-10С. Которые, на секундочку, уже присутствуют во Франции. Но данная машина теперь с колесиков идет на гусеницы. Дальше, какая-то шведская машина. Также у нас появилась информация по поводу израильского колесника с автоматической автопушкой. На которого 50 на 50, в принципе, может быть, а в принципе, и не может быть. Лично я думаю, что нет. Эту машину могут не везти. Дальше у нас идет Як-25. Который в игре у нас уже присутствует. И в файлах игры его находили. Про эту машину я не сомневаюсь, что в этом обновлении она может прийти в War Thunder. Потому что, я думаю, что мы уже давно находили в файлах игры. И вот как раз время ее приходит. Дальше у нас американский самолетик. F-L-1. Дальше у нас американский самолетик. YF-2L-1. Дэн самолет тоже уже находился в файлах игры. Он у нас присутствует. И в дальнейшем будущем получит свое продолжение. Дальше у нас F-111-B. Самолет с изменяемой стрелевидностью крыла. Под палубник. В принципе, вполне может быть. Дальше у нас снова появилась информация по поводу 29-го ГДР-овского МИГа. В модификации МИГ-29А. И я склоняюсь к тому, что данная машина может пойти в ветку исследований. Но лично я склоняюсь, конечно, что также у нас будет и двухместный. Учебно-боевой ГДР-овский самолет. Но что будет точно, так это интересный и красивый камуфляж. Парадно-победный ГДР. Дальше нам вводят японский бомбардировщик G-8A-2E. Если бы я правильно все назвал. Дальше у нас еще один самолет, который отправится в ветку исследований Британии и Франции. Торнадо F-3. И правда, я немножко не понимаю. Недавно нам вводили уже Торнадо. И не успели мы отдышаться, как нам вводят новый. Дальше у нас еще один самолет Паршневого Второго Мирового, который отправится во Францию и Британию. Это... Балтимор МК-V. Дальше мы ожидаем новый японский топовый походу самолетик. Ви-8-2М, который отличается более сильным двигателем и немножко другими апгрегатами в плане вооружения и все в этом духе. И также учебный самолет Израиля, где я до конца не понял. Либо это рофл, либо... В этом духе. Но... Будет интересно посмотреть, если самолет данным будет введен в ветки исследований. А на этом все, дорогие товарищи. Напишите в комментариях, какую технику вы хотите увидеть в следующем видео, про которое я бы рассказал. Либо сделать тот или иной ванкование и обзор все в этом духе. А на этом все. Всем спасибо и пока.